Продолжение следует... Улица Красных Коммунаров, 46, отремонтировать неисправный канализационный стояк в подвале под вторым подъездом коммунальщики не могут почти месяц. Где-то 1 декабря мы пришли с работы, у нас полная ванна, полный туалет, образовался засор. Мы перекрыли воду, вызвали аварийщиков. Аварийщики приехали, засор удалили и сказали, что нужно, чтобы пришли слесаря, заменили прокладку. Второго я отпросила с работы, сделала заявку на матросов 153D. Значит, чтобы слесарь пришел, мне пришлось звонить каждые 30 минут. Вот, узнавать, заявка прошла, не прошла, слесарь будет или не будет. Пришел слесарь, посмотрел, сказал спасибо, что вроде дозвонились, сказал, что прокладки у них есть, что завтра придет и сделает. Мол, хорошо, что не в комнате льет, а здесь, значит, ничего страшного, воду можно не перекрывать. Ждем, до сих пор никто ничего не сделал. Слесарь, который был, он уже на больничном, значит, там наверху, видно, ничего не знают, хотя я перед этим звонила. Делаю, пишу заявление о том, что второго была сделана заявка на утечку трубы, и до сих пор вода течет. Вот, заявление у меня вот принято, зафиксировано. Сейчас вот текет только один, как говорится, я одна включила воду. Представьте вечером, как она течет. Здесь я считаю, что прокладку поставить и прикрутить болты, ну, минут 5-10. Это не так сложно. Меня интересует, почему на матросы 153D принимают заявки, но не контролируют их исполнение. Вот уже месяц проходит, но там так и не знают. Там, по ходу дела, вообще не интересуется, чем занимаются наши слесаря. Улица Новосадовая, 250. Состояние лифта не устраивает жителей. По их словам, подъемник выходит из строя слишком часто. Я живу на девятом этаже. Я уже в возрасте. Мне очень тяжело подниматься и спускаться. Пойдешь, вроде спустишься, лифт работает. Наберешь там что-то, что-то купить. Уже приходишь, лифт не работает. И это очень часто и часто. Чуть не постоянно стало это все. Мы вот и хотим, чтобы что-то, ну, с этим лифтом хотя бы решить. Новую кабинку поставить. И ремонтировать вовремя, в конце концов. Люди ездят. Или запчасти сносились. Или мастера такие. Вот придут, сделают, спустишься, подняться уже невозможно. Он уже изломался. Очень много пожилых. У нас пенсионеров очень много. А с детьми очень. Тройняшки, двойняшки. Очень много детей. Часто, очень часто ломались. Как чувствую. Позавчера точнее работу вызывали. Вот до этого. Очень часто. Ни с того ни с чего, пожалуйста. Можно сказать, через день. Вот трос ломался. Сколько мы ждали? Уже, наверное, менять его пора. Чего? С 91-го года. Сколько должен? По-моему, 25 лет, что ли? Или 24? Износ. Износ его какой должен быть? Мы переезжаем на 9-й. И вот как раз нам это очень актуально. Я вам сочусь. Вот как мы будем. И хотя бы вещи такие громоздкие мы на руках. А вот какие-нибудь легкие вещи и боимся тут застрять. Легкие вещи хотя бы какие-то там. И сами застрянем. Ну что делать? Я не знаю, что делать. У нас, Альцам Милыч, у нас меняли же эти трассы меняли недавно. Меняли трассы, сменили. Опять ломается. Что сломалось? Альцам Милыч, сейчас надо делать. А не как на 25 лет, который у нас уже не будет. Да ну внутри-то как он? Как бы если он работал, ничего. А если он не работает, что там внутри? На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...